МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. Я Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. Закрыть границы. В Чувашии объявлен карантин из-за заболевания африканской чумой свиней. Будущие профессионалы. В Чувашии стартовал чемпионат рабочих специальностей. Гуманные отношения. В Чебоксарах открыли центр передержки бездомных животных. В республике вновь выявлен случай заболевания африканской чумой свиней. Трупы пятерых зараженных кабанов обнаружили вблизи поселка Березовая Поляна Алатровского района и в Порецком заповеднике Пресурский. Какие меры предпринимают специалисты для предотвращения угрозы обсуждали сегодня на совещании в Доме правительства. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Все силы, ресурсы направят на борьбу, на ликвидацию данного очага. И на ликвидацию африканской чумы свиней в целом. Попадают первые угрожаемые зоны в градусе 5 км от границ эпизотического очага в пределах административных границ Границ поселок Березовая Поляна, село Сурский и Майдан Междуреченского сельского поселения Алатровского района, село Любимовка, село Сыреси, Сыреченского сельского поселения Порецкого района. Вторую угрожаемую зону в пределах административных границ Алатровского района, за исключением территории вошедшей первой угрожаемой зоны Батарского, Яблеченского, Комсомольского, Порецкого районов, Шамуршинского, Шумерлинского районов, города Алатрия и города Шумерли. Причину смерти животных специалисты определяли в лабораторных условиях. Диагноз подтвердился. Кабаны заразились африканской чумой. Трупы зверей были сожжены и закопаны. Как того, требуют санитарные правила. То есть захоронение в землю зольного остатка именно, потому что он уже в дальнейшем никакой опасности для распространения не представляет. Что касаемо состава линакологического обследования, ввиду того, что данное заболевание является особо опасным. Доступ людей в леса ограничен. За перемещением зверей установили тотальный контроль. В пределах угрожаемых зон запрещена реализация мяса и транспортировка животных. Глава республики отметил, на борьбу с чумой из регионального бюджета необходимые средства будут выделены. Главное не дать болезни выйти за пределы обнаруженного очага. Поголовье кабанов, обитающих в первой угрожаемой зоне, необходимо полностью истребить. Люди работают. Но этот так называемый очаг очень серьезный. К нему надо обратиться очень профессионально. И там должны работать профессионалы. Для этого у нас есть профессиональные охотники, специалисты. И мы здесь тоже хотим привлечь общественность, чтобы они нам помогали в этом направлении. Все необходимые ресурсы для выполнения этой задачи у нас имеются. Если это потребуется, то в лесах выставят кордоны. Зараженные звери не должны попасть на территории свинокомплексов, чтобы радиус очага вируса не вырос. Между тем тревожные сигналы поступают и от жителей столицы. В Чебоксары часто заболедают дикие лисы. Их необходимо истреблять, а не ждать, пока звери нападут на человека, отмечает глава региона. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Очередное видеосовещение, которое провел в субботу глава Чувашия, было посвящено выполнению программ по жилистному строительству и переселению граждан заварийного жилищного фонда. Специалисты прогнозировали спад темпов строительства жилья в этом году в процентном отношении на 13. Главными причинами называют снижение покупательского спроса и резкое сокращение строительства индивидуального жилья. Снижение покупательского спроса повлияло на замедление темпов строительства многоквартирного жилья. Результаты работы с начала года оказываются на снижение объема жилищного строительства. За январь и октябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижено объемом в целом на 18%. Что касается переселения граждан из аварийного жилья, то к 1 сентября 2017 года программа в республике должна быть выполнена в полном объеме. Российский фонд реформирования ЖКХ готов выделить республике 323 миллиона рублей на завершение программы. Все проблемы должны оперативно решаться. Жители республики не должны быть крайними, отметил глава республики. Это государственная программа, коллеги, друзья, аварийный жилищный фонд. У нас нет проблем в выделении земель, у нас нет других проблем. У нас есть процедура вообще выкупа готового жилья на рынке и на первичном, и на вторичном. Михаил Игнатьев подчеркнул, разные муниципалитеты решают проблему переселения по-разному. К примеру, в Московской области для переселения граждан не только строят новые дома, но и покупают квартиры на вторичном рынке. Такая возможность предусмотрена законом. Выгода очевидна. Не нужно искать подрядчиков, не нужно согласовывать проекты. Надо использовать любые законные варианты. Ведь современное выполнение программы позволит создать республике репутацию надежного партнера и поможет привлечь в Чувашу новые федеральные средства. На видеосовещании Михаил Игнатьев объявил об учреждении 20 единовременных грантов главы Чувашии молодым гражданам на реализацию проекта в сфере развития предпринимательства в размере 50 тысяч рублей каждый на 2017 год. Сегодня состоялся второй этап третьей сессии Государственного совета. Депутаты приняли во втором чтении закон о республиканском бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Все поправки и дополнения, которые были внесены при обсуждении бюджета в первом чтении, были рассмотрены в профильном комитете. Как отметил председатель комитета Эльбина Егорова, все замечания были обсуждены. Вице-премьера министр финансов Светлана Енилина назвала проект бюджета консервативным, рациональным, но соответствующим возможностям республики. Бюджет по собственным доходам сформирован на 2017 год в объеме 25 миллиардов 368 миллионов рублей. На 2018 год 25,8 миллиардов, на 2019, 26,8. Переходя по расходам республиканского бюджета, хочу в первую очередь отметить, что правительство республики никогда не брало на себе завышенные обязательства. Однако те обязательства, которые мы на себя принимали, всегда исполняли в полном объеме. Именно из-за отсутствия завышенных обязательств финансовый документ подвергся критике оппозиционных фракций. Всегда ЛДПР предлагает, чтобы бюджет был с дефицитом, а не с профицитом. Если у нас, получается, профицит с бюджетом принимается, то значит мы не все денежные средства освоили. Так не должно быть. Поэтому мы за то, чтобы бюджет принимался с дефицитом, и за этот бюджет мы проголосовали против. Потому что если будут освоены все денежные средства без остатка, это значит на благо республики пойдут эти денежные средства. Наше предложение о том, что необходимо увеличить финансирование отрасли образования, финансировать отрасль здравоохранения, для того, чтобы провели больше ремонта школ, не закрывать сельские школы, для того, чтобы развивать систему здравоохранения на местах, особенно в сельской местности. Вот не все наши предложения были учтены и включены в рамки этого бюджета. Поэтому позиция наша здесь мы в таком виде бюджет поддерживать не будем. Принципиально мы не согласны с этим бюджетом. Почему? Потому что мы и так все время старались в республике ужаться, как только можно. И когда сегодня поступило мнение о том, что бюджет должен быть профицитный, то мы еще больше ужались. Серьезных средств на то, чтобы действительно развить предприятие, помочь человеку труда, мы здесь не обнаружили. Между тем, в документе прописано исполнение социальных обязательств и проектов развития, приоритетные направления бюджетной политики, исполнение указов Путина, выделение средств на развитие муниципалитетов. На эти цели в бюджете предусмотрены серьезные суммы. Одна из них уйдет на строительство инженерной инфраструктуры в Канаше. Эти ресурсы должны дать полчок развитию новых высокотехнологичных производств в городе. Всего на моногород Канаш из консолидированного бюджета республики в 16-18 годах будет направлено 979 миллионов рублей. Депутаты приняли бюджет республики на 2017, 2018 и 2019 годы во втором чтении. Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» проголосовали против. ЛДПР и «Единая Россия» поддержали финансовый документ. Бюджет социально ориентирован. То есть и заложены строительства учреждения здравоохранения, и строительства общеобразовательных. Вот по моему округу, например, в микрорионе Садово. В 2017 году мы будем выкупать садик. То есть говорить о том, что не строятся социально-культурные учреждения, это неправильно. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. На сессии были внесены изменения в бюджет нынешнего года. Доходы казны к концу 2016-го увеличились в целом на 11% или на 280 миллионов рублей. Основная часть этих денег пойдет на здравоохранение, культуру. Часть из них выделяется на развитие национального телевидения и национального радио Чувашии. Как мы уже сообщали, правительство Республики решил выделить национальному телевидению и радио Чувашии 26 миллионов рублей. Они предназначены для организации спутникового вовещания на территории Чувашии и России. Ожидается, что весной будущего года наш эфир смогут смотреть в деревнях и селах Республики, где нет кабельного телевидения, а также жителям европейской части страны. Сегодня депутаты поддержали предложение правительства. Я хочу вспомнить историю 10-летней давности, когда я был оригинальным министром культуры и, соответственно, являлся членом коллеги федерального министерства. Мы принимали программу развития цифрового телевидения в целом по стране. И эти вопросы начали возникать ровно 10 лет назад. То, что сегодня это уже реализуется, я думаю, это большое счастье для сельского населения, прежде всего, которые канала не имеют и которые всегда нас, депутатов, спрашивают, когда, когда. Мы говорим весной. Это большое счастье. Трехмесячная задержка зарплаты и массовые сокращения. Чебоксарская чулочно-трикотажная фабрика переживает не лучшие времена. Сегодня утром работники швейного цеха не вышли на рабочие места в знак несогласия с политикой руководства предприятия. Пустые офисные и производственные помещения. Вместо стука ткацкого оборудования – оглушительная тишина. Затоно проходное, как никогда, многолюдно. Стрехмесячная трикотажная фабрика около 40 лет была одним из крупнейших предприятий легкой промышленности. С некоторых пор, помимо нижнего белья и чулочных изделий, фабрика производит верхнюю одежду. Однако расширение ассортимента в кризисный период не поспособствовало увеличению спроса. Таким образом, последние три года фабрика работает в убыток. Задержка заработной платы от двух до трех месяцев стала привычным делом. На генерального директора фабрики Владимира Ермолаева уже завели ряд административных дел за систематические невыплаты. Выходить к нам он отказался. Не был рад нашему приезду и начальник охраны. Я почему не застал мне виновата и генеральный директор в это было В Estado residence masturbate ей. Вы покупаете чувасовский двигатель? Идите купить их за садой высокая нагрузка. Одному рабочему на плату. Получить комментарий от генерального директора или его заместителя нам так и не удалось. Работники швейной фабрики разговаривать с нами тоже отказались. По понятным причинам. Часть из них пришла сегодня за расчетными листами. Попав под сокращение, люди предпенсионного возраста еще не получили компенсацию. По сообщению анонимного источника, на предприятии грядут новые сокращения. Работники опасаются остаться ни с чем и все еще держатся за свои рабочие места. А на официальном сайте чулочной трикотажной фабрики, между тем, все еще открыты вакансии дизайнеров-модельеров и швей. С минимальной зарплатой 15 тысяч. Насколько больше придется платить жителям Чувашии за коммунальные услуги в следующем году? В республике утверждены максимальные индексы изменения размера платы граждан. Изменения нам прокомментировала руководитель Государственной службы Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова. Ежегодно к 1 декабря все субъекты Российской Федерации устанавливают предельный индекс изменения размера вносимой платы гражданами за следующий очередной период. Для 276 муниципалитетов индексы обозначены в рамках 4,4%. По 5 муниципальных образований данная величина составляет 6,2%. По 15 муниципальным образованиям в соответствии с действующим законодательством, согласовав данные индексы с представительным органом муниципального образования, индексы установлены выше. В Чебоксаре в числе 276 муниципалитетов, где индекс роста составит 4,4%. Однако есть исключение. Это дом номер 14 по складскому проезду. Там максимальный индекс изменения платы за теплоснабжение составит 25%. Впрочем, даже при таком раскладе платить за эту услугу жители данного адреса будут не больше, чем в среднем по городу. Сегодня жители, получающие услуги теплоснабжения, не оплачивали затраты по транспортировке. Поставщик тепловой энергии ПАОТ и Плюс. Транспортировка осуществляется по сетям Чуваш-Хлеба-Продукта. В соответствии с основами ценообразования тарифа на тепловую энергию затраты должны быть в тарифе. Мы эти тарифы и установили. Тариф при этом для потребителя данного дома будет в размере 1284 рубля с копейками. Поскольку сегодня другие потребители уже города облачивают 1680 рублей. Калейдоскоп профессий. Столица Чувашия уже в пятый раз принимает региональный чемпионат рабочих профессий. В этом году он изменил свой статус. В открытых соревнованиях принимают участие студенты и молодые рабочие нашей республики, а также соседних областей. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. 19 компетенций, 3 конкурсных дня и более 100 участников. С каждым годом чемпионат рабочих профессий набирает обороты. Здесь в ДК Уксаю собрались будущие профессионалы своего дела, чтобы показать, а главное, доказать свое мастерство. В конкурсе соревнуются студенты среднеспециальных учебных заведений и молодые рабочие. Впервые к ним присоединились и школьники. В рамках Джонни Рулл Скиллс выбирать лучших будут в двух компетенциях. Фрезерная работа на станках с ЧПУ и сетевое и системное администрирование. Мне просто понравилось рассказать, что на компьютерах и на станках будем работать. С друзьями тоже посоветовали. Если я пойду на специальность, мне это поможет очень хорошо. Площадками для проведения чемпионата стали 7 учебных заведений Чебоксары и Новочебоксарска. Оценивать мастерство участников будет профессиональное жюри. Причем в составе есть и национальные эксперты, представители других регионов России. В роли национального эксперта я первый год, но в движении уже третий год. То есть я начинала простым экспертом. Конечно, повышается уровень участников, повышаются требования к ним. У нас критерии есть субъективные, есть объективные. Больше, конечно, идет оценка на субъективные критерии, потому как это действительно очень интересно в графическом дизайне увидеть то, как участники делают свою работу. Ну, сертифицированный эксперт, он должен поработать и потрудиться. Значит, он должен представлять подготовленного участника на региональных чемпионатах, на полуфиналах и на финалах. И, естественно, чтобы эти участники показывали хорошие и высокие результаты и не один год. В юбилейный год чемпионата к соревнованиям присоединились студенты и молодые профессионалы восьми регионов России – Республики Мариэл, Татарстан, Тюменская и Московская области, Краснодарский край. Следующую делегацию приветствуем из Республики Татарстан. А также наши соседи, которые представлены четырмя учебными соведениями. Встречайте! Для нас это тем более приятно и тем более это для нас важно для того, чтобы почувствовать некую степень конкурентности. Плюс мы можем посмотреть свои, допустим, уровни по отношению к другим регионам. В то же время это как раз тот мотив конкурентности, который будет помогать совершенствовать систему образования. Впереди напряженные дни соревнований. И трудности, и простота, радости, и горести, победы и поражения. Но в одном можно быть уверенным – стать лучше в своей профессии сможет каждый. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. В Чмоксарах официально открылся Центр временного содержания бездомных животных. Вокруг этого вопроса было сломано немало копий. И вот решение, которое сегодня устроило, если не всех, то многих. Активисты-зоозащитники из благотворительного фонда взяли на себя определенные обязательства. В этом центре собаки будут не просто содержаться какое-то время. Им будут делаться прививки и операции по стерилизации. Сколько сейчас находится собак в центре передержки, как они содержатся в нашем репортаже. Иди по мне, иди мой порожень. Иди мой порожень. Кто тебя выкинул? Почти три недели назад в центре передержки бездомных животных появилась первая собака. Сейчас их около 20. Взрослые собаки уже вакцинированы, чипированы и прошли стерилизацию. Этих щенков буквально накануне принесли в коробки. Сейчас они находятся в вольерах карантинного блока. Чтобы щенки не мерзли, на пол уложили резиновое покрытие, солому и теплое одеяло. Мы не можем их не взять, мы не можем их выкинуть, оставить на улице на голоде, на холоде. Поэтому, конечно, без заявки, мы как-то пытаемся, скажем так, это оформить. Но мы не можем в любом случае любую собаку, любого щенка, если нам привезут, мы от него никогда не откажемся. А этот пес, как только увидел людей, сразу оживился. Рассказывают, что он очень скучает и готов общаться с каждым человеком. Носердие по отношению к братьям нашим меньшим свойственно большинству людей. Участники церемонии открытия тоже не остались равнодушными, у них уже появились любимчики. Теперь думают над тем, куда бы пристроить бездомных животных. Приехали, потому что действительно проблемы есть. Но в городе есть очень много людей, которые хотят помочь бездомным, бродячим животным. Здесь находятся только собаки. И, конечно, вот это желание помочь мне очень симпатизирует. Я считаю, что всем, кто любит животных, должен присоединиться. На создание центра передержки зоозащитники останавливаться не собираются. Естественно, невозможно пристроить все 100% животных, которые придут. Какую-то часть придется выпускать. Мы надеемся, что нас в государстве и правительство поддержат в этом плане. И как-то выделят землю, какие-то, может быть, средства на строительство приютов. А пока обитателям центра передержки нужна помощь людей. Корма, теплые одеяла, лекарства, посуда и ошейники. Татьяна Молкова, Игорь Зверев, Республика. Напиши письмо Деду Морозу и получи за это подарок. В столице Чувашии стартовал традиционный конкурс творческих работ. «Мне, пожалуйста, два ящика конфет. Сделай так, чтобы мама с папой никогда не ссорились. Хочу синий велосипед». Все эти фразы не просто набор желаний. Это то самое заветное, что дети загадывают на Новый год. В Чебоксарах стартовал традиционный новогодний конкурс творческих работ «Письмо Деду Морозу». В этом году к участию в конкурсе пригласили детей от 7 до 16 лет. В своих письмах ребята могут рассказать о достигнутых успехах, победах и добрых делах. Литературное произведение и новогодняя открытка конкурс проводится в двух номинациях. К первой относятся стихи, рассказы, сказки и эссе. А на номинацию новогодняя открытка принимаются работы, выполненные на бумаге форматом 200 на 300 мм. Кстати, рисунок может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Главное, на нем не должно быть надписей, а также масляных и флуоресцентных красок. Присылать работы нужно по адресу Деду Морозу, главпочтам в город Чебоксары. Также письма можно принести в Центральную библиотеку имени Маяковского. Проводится конкурс будет до 20 декабря. А уже 24 декабря на Красной площади города объявят победителей и призеров. А в 10-й детский сад города Чебоксары приехали три сказочных персонажа. Дед Мороз, Кышбаба и Хельмучи. Новогодние символы сразу трех народов поздравили дошколят с наступающим Новым годом. Дед Мороз! Вот и вот, и Мороз! Русский Дедушка Мороз приехал к ребятам из Великого Устюга. Песнями и плясками встретили его дошколята Костромской области. В следующем эстафету перенял Кышбабай, татарский Дед Мороз. По видеосвязи он вместе с дочкой Каркызы поздравил жителей двух республик и Костромской области с наступающим Новым годом. К поздравлениям присоединился и чувашский Дед Мороз Хельмучи. В первые морозные деньки он украсил столицу республики праздничными огоньками. А сегодня нарядил елку в 10-м детском саду. Мы сегодня познакомились с татарским Дедом Морозом, которого зовут Кышбабай. Таких же детишек мы видели, как мы и Деда Мороза. Мне понравилось, как наши ребята пели чувашскую песню. Мне понравилось, как другие детишки пели песни. Такие видеоконференции для воспитанников 10-го детского сада не в диковинку. С прошлого года ребята участвуют в муниципальном проекте по родному краю с рюкзаком Шагаю. В рамках этого проекта летом дети совершали пешие походы по городу, знакомились с примечательными местами города. Мы также выезжали с родителями. Не очень давно мы выезжали с мастер-классом в республику Татарстан, где ребята из этой республики познакомились с нашими традициями и обычаями. В предстоящие зимние каникулы ребята будут знакомиться с культурой русского и чувашского народов. Во многом проект работает благодаря энтузиазму родителей. Сказочное оформление детского сада по мотивам русских и чувашских мифов целиком и полностью их заслуга. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Республика. На улице календарная зима. В Чебоксарах залили хоккейные коробки. Их около 20. Они расположены во дворах и на спортплощадках школ города. Ждет спортсменов и поклонников здорового образа жизни лыжня трассы с дюшер номер 2. По лыжне проехал глава чувашия Михаил Игнатьев. Лыжная база на улице Престанционной. В Чебоксарах одно из излюбленных мест димнего отдыха горожан. Открытие трассы в этом году задержали из-за плохих погодных условий. Снега было мало и понадобилась помощь добровольцев, чтобы сделать лыжню пригодную для катания. Пока здесь не так много лыжников, глава республики опробовал трассу одним из первых. Хочу выразить славу богатым с ним за то, что они не один день здесь работали, занимались. По крайней вере сделали красоту. Михаил Игнатьев отметил, что любителей активного отдыха в Чувашии с каждым годом становится больше и призвал всех, кто проводит выходные дома, вспомнить о лыжных прогулках. Татьяна Акимова стала лучшей среди россиянок на первом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился накануне в шведском Эстерсунде. Наша землячка набрала 49 зачетных очков и заняла 23 место в общем зачете. Следующие старты Татьяны Акимовой будут в Словенской Поклюке. 9 декабря – спринт, 10-го – гонка, преследование и 11-го – эстафета. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова